Ситуация на фронте. Поговорим с военным экспертом Владислав Селезнев. Владислав, рады вас видеть в эфире Freedom. Здравствуйте. Приветствую вас. Слава Украине. Героям слава. Владислав, с Авдеевского направления начнем. Одна из самых горячих точек сейчас на фронте. В свою очередь, по информации господина Тарнавского, сейчас Российская Федерация, военное руководство, акцентирует внимание именно на Авдеевском направлении. Поясните, пожалуйста, логику и суть чисто с военной точки зрения, почему именно там сейчас дается упор именно на это направление. Логика действий российско-юзького керевництва полегает в том, что фактично на плечах наших захистных Киев они намагаются посунуть чем захиднейше. Ох, я прошу прощения. Логика действий российских оккупатов состоит в том, что они пытаются на плечах наших воинов продвинуться чем западнее от Авдеевки и очевидно, с чем это связано. Они понимают, что как только они возьмут оперативную паузу, а фактически они в ней очень серьезно нуждаются, ведь они понесли огромные потери штурму и Авдеевку в течение достаточно долгого периода времени, это самое время получат и украинские силы обороны и начнут зарываться в землю, создавая инженерные противополитационные сооружения, минируя подходы к нашим блиндажам и ококам. Соответственно, противник пытается на максимуме своих возможностей, используя все возможные ресурсы, продвинуться чем западнее от Авдеевки. Таким образом, они реализуют миссию, так называемой специальной военной операции, пытаясь оккупировать всю территорию Донецкой области, и таким образом они создают буфер безопасности вокруг города Донецка, столицы самопровозглашенной ДНР, а ныне Россия считает одним из субъектов Российской Федерации. Поэтому, безусловно, в этих условиях противник готов нести огромные потери, но только чтобы приобрести соответствующие территориальные приобретения. Фактор весьма-весьма важный, и тут я думаю, что нам следует рассматривать ситуацию в районе Авдеевки, равно как и на иных участках фронта, именно через призму ресурсных возможностей украинской армии. То есть, если в перспективе мы будем иметь достаточное количество ресурсов для того, чтобы отражать все вражеские атаки, а тут речь идет и про артерийские орудия, и про боеприпасы к этим орудиям, и про средства ПВО, и про соответствующие ресурсы радиотехнической разведки, и радиоэлектронной борьбы, все эти элементы весьма-весьма важны. Прогнозировать сейчас крайне сложно. Весьма сегментированная информация идет от наших западных партнеров в части поставок по вооружению техники. Ну и пока очевидно, что полностью предприятия Украинской оборонно-промышленного комплекса не способны удовлетворить все нужды и запросы украинских военнослужащих. Поэтому я думаю, что ситуация будет весьма динамична, а ее результаты и итоги зависят от очень многих факторов. Давайте тогда продолжим. Несколько тезисов еще хотим сегодня с вами обсудить. На самом деле, действительно, и накануне, и уже сейчас, когда несколько дней минуло с момента второй годовщины полномасштабного сражения России в Украину, очень многие западные аналитики дают свою точку зрения, как может развиваться ситуация. Для Радио Свобода свои комментарии, как может развиваться ситуация, как раз предоставила расследовательская группа Conflict Intelligence Team. Я как раз хочу процитировать, что они говорят, что Украину на третий год войны ждет. Я вас попрошу сейчас, чтобы мы тоже проанализировали, цитирую дословно, «оборона с заделом на перелом». Это первый тезис, который я вас попрошу обсудить. Ну и далее, как раз, какую тактику выберет Украина в третий год полномасштабной войны с Россией. Мы можем только анализировать и наблюдать, поэтому тут говорить сейчас об этом не будем. Но все же, что еще необходимо Украине все-таки для того, чтобы удержать все-таки и нынешнюю линию фронта в условиях, которые сейчас есть, и снарядного голода, и задержек западной помощи. Вам слово. Оружие, оружие, и еще раз оружие. Иллюзии ни у кого не должно быть. Именно ресурсы являются определяющим фактором, который дает нам возможность либо иметь успех на поле боя, либо же ситуация в определенной степени будет в состоянии стагнации. Именно от объемов, темпов поставок вооружения и техники не только от предприятий Украинской оборонно-промышленного комплекса, но и от наших западных партнеров зависит ситуация на поле боя. Абсолютно рациональный подход, который оценивается именно через призму ресурсов возможностей. Есть еще ряд элементов, которые усиливают боевой потенциал украинской армии. Это, соответственно, подготовленный, обученный и всячески экипированный личный состав, в том числе и тех граждан нашей страны, которые будут призываться в рамках определенных мобилизационных процессов. Это и создание сети инженерных фортификационных сооружений, на чем в свое время весьма так четко определял задачи наш президент Верховный Главный Командующий Вооруженным Силом Украины Владимир Зеленский. Собственно, комплекс этих мероприятий в свое время был описан в одной из статей тогдашнего Главного Командующего Вооруженным Силом Украины генерала Валерия Залужного, и он предопределен следующими факторами. Фактор оружия, фактор технологий, фактор разведывания информации, фактор ресурсных возможностей украинских сил обороны, причем ресурсы, тут речь идет не только про вооружение и технику, но также про обученный и подготовленный личный состав. Все эти факторы в сумме дают тот самый перевес действий украинской армии на поле боя. Отсутствие одного из элементов, в принципе, может серьезно изменить ситуацию на поле боя, и уж точно мы должны быть с вами понимать, что вундервафа, то есть оружие победы, как такового не существует. Именно комплексное системное использование всех факторов огневого технологического воздействия противника дает нам тот самый результат. А вот этот тезис, о котором я вспомнила, оборона за делом на перелом. Я, насколько понимаю, если посмотреть те тактики, которые... Ну, то, что в открытом доступе, потому что, понятное дело, не все можно прочитать, но НАТО очень часто использует такую тактику гибкой обороны. Есть такое понятие у военных. Это, я так понимаю, когда ты сражаешься, отступаешь назад, там сражаешься и снова отступаешь, но потом все-таки делаешь даже, возможно, какую-то тактическую паузу, а потом наступаешь. Ну, то есть, действительно, такая гибкая оборона. Если мы говорим об Украине и о том, что сейчас происходит, понятное дело, да, и главнокомандующих вооруженных сил Украины, Александр Сырский об этом говорил, что Украина переходит, да, на этап обороны, обороны серьезная достаточно, но все же, если мы говорим о гибкой обороне, насколько на сегодняшний день все-таки на определенных направлениях, Херсонская область, Луганская область, Донецкая область, насколько все-таки вот эта гибкая оборона, по вашему мнению, может быть применена на этих направлениях? Главная функция, возлагаемая на оборонительные действия, состоит в том, чтобы максимально выхолостить боевой потенциал армии противника. И, безусловно, тут работает целый ряд факторов. Это и создание инженерных партификаций, которые, с одной стороны, сохраняют жизнь и здоровье наших военнослужащих, а с другой стороны, максимально замедляют подвижение вражеских сил и средств. Это эффективная работа, с одной стороны, наших артиллерийстов, а с другой стороны, разведывательных подразделений, которые позволяют наносить высокоточные, очень болезненные для противника артиллерийские удары. Это использование компонента радиоэлектронной борьбы, для того, чтобы душить и глушить сигнал вражеских дронов, в том числе ФИПВ-дронов. Это, соответственно, использование нашими силами и средствами тех самых дронов, которые позволяют с ювелирной точностью уничтожать вражеский военный потенциал. Это и активное использование высокоточной дальнобойной артиллерии и высокоточных дальнобойных ракет, для того, чтобы максимально выхолощивать боевые возможности российской оккупационной армии, нанося удары не только по временно оккупированным территориям нашей страны, ну, соответственно, по военному объекту противника, но и по территории Российской Федерации путем и с целью уничтожения вражеских военных объектов, объектов военной инфраструктуры, объектов российского оборонно-промышленного комплекса, равно как и объектов критической и милитической инфраструктуры. Все эти мероприятия в целом дают тот самый результат. Российская военная машина ослабляется, она не способна оперативно реагировать на те вызовы, с которыми сталкиваются российские солдаты на поле боя, а это, собственно говоря, дает нам ту самую ожидаемую нами фору и возможности, приоритеты на поле боя. Безусловно, над этим кейсом нам всем еще предстоит очень долго работать. Тут вопросы к нашим промышленникам и в целом предприятиям всего обороны промышленного комплекса нашей страны. Это и возможности наших военных руководителей в части принятия рациональных командирских и управленческих решений. Это вопрос, в том числе и в определенной степени кадровой политики нашей Министерства обороны и Генерального штаба в части проведения ротации командиров на местах. Кстати, обратите внимание, генерал Сырский сейчас проводит фактически ревизию частей подразделений, находящихся на линии боевого столкновения. И те позиции, которые он озвучит в части, претензии к некоторым командирам, они обоснованы. Уж кто-кто, Александр Станиславович, находясь на поле боя как минимум в два крайних года, начиная с обороны Киева, затем успешная Харьковская операция, абсолютно четко понимает, как должна организовать всякую военную кухню на поле боя. И, соответственно, он здесь свой опыт и свои знания трансформирует и направляет в адрес тех командиров, которые непосредственно занимаются организацией введения боевых действий, непосредственно на линии боевого столкновения. Комплекс мероприятий, он в целом, собственно говоря, и дает нам преимущество на поле боя. Но в этом направлении есть над чем работать. Хотя, вновь я повторюсь, вопрос ресурсов является основополагающим, который будет предопределять либо же успехи, либо же неуспехи на поле боя украинских сил обороны. А я как раз, ну, вот действительно, ресурсы об этом сегодня пишут, и Bloomberg, вот огромный материал о том, что действительно необходимо решать вопросы, тут Соединенные Штаты Америки. Ну, нам остается только ждать, да, Владислав, потому что мы понимаем, когда будет решение, как Конгресс отреагирует, и тогда только сообщим об этом. Но об этом стоит вспоминать и так далее. Но есть то, что Украина может делать и сейчас, да, вот и делает это, и продолжает это делать. И я сейчас говорю не только о том, как действуют силы обороны Украины, вооруженные силы Украины, а как и действуют все-таки и силы, да, и разведка, да, вот те позиции, которые продолжает все-таки Украина отвоевывать, там, где Украина может наносить удары. Это и специальные операции, то, что сейчас Черноморским флотом продолжают действовать эффективно, и действовать в тылу врага, давайте так скажем, и действовать на, ну, скажем так, по целям, по законным военным целям, на оккупированных территориях. И я вот хочу напомнить, что очередной удар реактивной системы залпового дня «Хаймерс», что произошло, по скоплению российских военных во время церемонии награждения в поселке Еленовка, Донецкой области. Напоминаю, что под контролем находится эта территория самопровозглашенная ДНР. Кстати, я также напомню нашим зрителям, вначале эту информацию озвучили про российские телеграм-каналы, ну, и такой небезызвестный очень многим когда-то был народным депутатом Украины Олег Царев, бежавший в свое время и так далее, одним из первых написал. Есть информация о том, что в результате удара погибли 19 военных, в том числе трое офицеров, еще 12 военнослужащих получили ранения. Вот такая вот информация. Это то, что Украина может продолжать делать, даже не получая ныне, ну, скажем так, тех необходимых ресурсов. Как вы бы могли охарактеризовать по пунктам как раз вот эти операции, которые может проводить Украина, и насколько все-таки они будут продолжаться, по вашему мнению, используя те ресурсы, которые сегодня есть? Ну, собственно говоря, мы в деталях проговорили варианты развития ситуации на поле боя, какими ресурсами владеет украинская армия для того, чтобы максимально усложнить продвижение российской армии территории нашей страны в рамках реализации российской же армии, концепции так называемой специальной военной операции. Уничтожение вражеского военно-потенциала, в том числе на дистанциях, которые считаются относительно безопасными для российских военнослужащих, это весьма и весьма чувствительный удар по вражеским военным ресурсам. Уничтожение вражеского личного состава, который строится на какие-то непонятные построения, уничтожение вражеских баз, арсеналов и складов, уничтожение командных пунктов, управления и связи противника, а также повреждение крупных логистических хабов, центров, узлов, все это весьма-весьма болезненно отражается на боевых возможностях российской оккупационной армии. И хотя у россиян еще немалое количество ресурсов, но тактика мелких или тысяч порезов, она дает тот самый результат. Безусловно, после реализации лишь первой части этого плана, вряд ли мы кардинально изменив ситуацию на поле боя. Но системное методичное уничтожение вражеского военно-потенциала как на временно оккупированных территориях нашей страны, так и на как минимум европейской части Российской Федерации, она в конце концов даст тот самый результат. И в этом смысле я думаю, что нам важно развивать все элементы огневого поражения, начиная от артиллерийских систем и заканчивая системой противовоздушной обороны. Нынешний самолетопад, когда за 11 дней мы футейским уничтожили 13 вражеских самолетов, это хорошая тенденция, и я надеюсь, что она дальше будет продолжаться, ведь фактически тут и сейчас украинские воздушные силы демонстрируют потрясающие результаты в боевом применении разных типов и систем противовоздушной обороны. Владислав, я бы сказал не то, что потрясающие, а рекордные. Вот если говорить за прошедшие сутки, которые, кстати, еще не закончены, да, 24 часа еще не прошло, три самолета, первый истребитель-бомбардировщик Су-34 в ночь на 29 февраля, это произошло на восточном направлении, также еще два Су-34 сбили на Авдеевском и Мариупольском направлениях, это все информация со ссылкой на командование воздушных сил вооруженных сил Украины. Одно дело, да, уничтожается единица, единица машина, машина в виде самолета, истребителя, но ведь это же еще логистика, пилоты обученные, как ни крути, моральная пощечина и удар по репутационному характеру. Да, Юрий, вы абсолютно правы, я вот буквально, слушая вас, обратил внимание, что в ленте новостей появился очередной сообщение от нашего главкома Сырского, он продолжает работать в боевых порядках, причем на самых угрожающих направлениях, опять же, вопрос координации усилий разных составляющих украинских сил обороны является принципиальным. Понимание ситуации на поле боя, абсолютно рациональная оценка наших возможностей, возможностей сил противника, она, собственно говоря, и позволяет нам вырабатывать абсолютно рациональные и продуктивные решения, которые будут направлены, с одной стороны, на усиление боевых возможностей украинской армии, а с другой стороны, на максимальное уничтожение вражеского военного потенциала. Именно это в настоящее время является определяющим фактором, который, в принципе, я думаю, что может кардинально изменить ситуацию на поле боя. Да, безусловно, фактор ресурсов остается весьма и весьма важным, но тут есть надежда и на эффективную работу нашего дипломатического корпуса, и на деятельность наших высших военно-политических лидеров, потому как, безусловно, коммуникация с нашими западными партнерами является основополагающим в рамках активизации кейса военно-технического сотрудничества с западными партнерами. И позвольте еще уточнение, Владислав, если мы говорим об уничтожении российских самолетов, и такая тенденция, может ли это как-то поменять планы, как, кстати, на нанесение ударов Российской Федерации, именно авиаударов, и уменьшить их, в свою очередь? О, тут, я думаю, следует вспомнить заявление полковника Юрия Игната, спикера командования воздушностей, он говорит, уже 4 дня россияне не решается использовать летающий радар комплекса 50 после того, как в течение полутора месяцев два таких комплекса мы уничтожили. Причем стоимость каждого из этих комплексов составляет примерно до полумиллиарда долларов. Немалая сумма. Техника весьма-весьма дорогостоящая, еще более дорого стоят члены экипажа, которые превращаются в такую же купол. Куча уничтоженного металла, людских покореженных тел, и это хороший результат эффективности применения наших средств противовоздушной обороны. Я думаю, в настоящее время в Российской Федерации проводится соответствующий аудит, служебная проверка, каким образом далее использовать эти самые летающие радары. Ну а пока четверо суток Россия не применяет эту боевую технику, мы имеем возможность в достаточно спокойных условиях перемещать наши средства противовоздушной обороны, и, соответственно, их применять по вражеским штурмовикам, по вражеским истребителям и бомбардировщикам. Владислав, какую бы вы сейчас самую основную артерию логистическую назвали бы у российских оккупантов? Я, конечно же, говорю за временно оккупированной территории. И сразу вдогонку второй вопрос. Реально ли Украине, и есть ли возможности Украины сегодня ликвидировать эту логистическую цепочку? Сразу также добавлю, что очень активно сейчас строится железная дорога по так называемому сухопутному коридору «Мариуполь-Крым». Юрий, я же крымчанин, поэтому, понятно, первое, что приходит мне на ум, это сооружение Керченского моста. Именно его, в первую очередь, необходимо уничтожить. Причем это не мое утверждение. В свое время и регулярно это утверждение подтверждает американский генерал Бен Ходжес, который уверен в том, что Украина способна освободить Крым при условии, а в первую очередь, уничтожение инфраструктуры Керченского моста. То есть его просто необходимо превратить в кучу бетонных осколков. Но затем системно методично необходимо уничтожать все вражеские объекты в Крыму и Севастополе. Их там насчитывается порядка 232 позиций, а это значит, нам необходима ракета. И типа «Таурус», и «Скальпа», и «Штормшедоу». Ну и, естественно, истребители в 16-м также являются крайне важными и необходимыми для того, чтобы поддерживать действия украинской армии как над сухопутными участками российского украинского фронта, так и над акваторами Черного и Азовского морей. Есть над чем работать, и я надеюсь, что в ближайшей перспективе мы, в конце концов, получим самые так давно ожидаемые и истребители, и ракеты, и будем их применять в соответствии с планом украинского военного командования. Кстати, очень важно, и на самом деле, вот данные спецоперации, кстати, мы буквально недавно говорили с разведкой, с представителем разведки Андреем Юсом в эфире, где он говорил о том, что сотни спецопераций готовятся, о которых никто никому не говорит, и, как показывает практика, это очень хорошо срабатывает, о чем говорит, что россияне даже об этом не догадываются. И речь идет о логистических цепочках, о которых вы только что сказали, об уничтожении кораблей и самолетов в том числе. Владислав, вам огромное спасибо, за то нашли время присоединиться к нашему эфиру. Владислав Селезнев, военный эксперт, был с нами на связи. Оперативные новости, эксклюзивные видео, аналитические обзоры. Freedom of Telegram, только проверенная информация. Обязательно подпишитесь. Будьте в курсе всех событий. Ссылка на наш Telegram в описании. Проект подпишитесь. По-перациям. Там у enoughem быть.